Друзья, сегодня мы за одну серию соберем достаточно мощный и проходимый грузовой трайк на базе гироскутерных моторов. Ведь, как я уже говорил, этих игрушек в наше время стало слишком много. Ну, то есть, слишком много на свалке. Ведь кто-то на них так и не научился ездить, а кому-то они нах не нужны. Но вот моторы у них довольно мощные. И, как вы знаете, на их основе мы собрали достаточно много техники. И тут возникла еще мысль. А что, если подключать их не напрямую, а через какой-нибудь понижающий редуктор? Ну, или, например, через цепь. Таким образом, ведущие колеса можно будет делать уже автомобильные. То есть, там резина будет значительно шире, выше, мягче. И, соответственно, будет лучше проходимость, более комфортное передвижение. Ну, и, соответственно, за счет понижения будет неплохая тяга. Ведь скорость в 50 км в час нам особо-то и не нужна. А именно такую скорость развивают вот эти вот колесики, если подключить их напрямую. Поэтому давайте выточим вот для этих моторов специальные переходники. И подключим их на одну ось. Ну, то есть, нам нужно подключить вот эти вот колеса на редуктор к маленькой звездочке. И тем самым мы получим понижение 1 к 5. Но поскольку ведущие колеса у нас будут стоять атаки, то понижение скорости будет примерно в два раза. Но зато мы получим максимум проходимости и комфорта. Итак, наша задача сделать переходной вал и пластину, которая будет крепиться к штатным болтам гироскутерных моторов. Хотя, если честно, их нужно немножко увеличить. Хотя бы до 4 мм, чтобы крепление было понадежнее. Само же крепление двигателя делаем из трубы на 20 мм, которые нужно приварить в две гайки на 10. И, по сути, готово. Точнее, сюда еще нужна будет пластина основного крепления. Остается лишь все покрасить. Первый мотор я крепил немножко по-другому. Однако, то соединение получается сложнее и, наверное, даже хуже. Поэтому, если будете повторять, то делайте именно так, как я только что показал. В итоге, ходовой узел полностью готов. Ну, а руль и поворотный механизм мы взяли от нашего гоночного самоката. Ведь мы и планировали пустить его на запчасти после всех испытаний. В общем, переднее колесо я тоже сделал автомобильное. Ну, то есть, атаки. Удобно то, что тормоза тут будут штатные, без всяких переделок. Вот только рычаг поставим мотоциклетный. Ну, то есть, машинку. Раму соберем из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм. Такой жесткости, я думаю, тут будет за глаза. Сидение было решено сделать из старого стула с помойки. Но, если честно, лучше надо было взять самую обычную водопроводную трубу за основу. Было бы намного надежнее. Контроллеры также будут полностью одинаковые. Ну, а вот в качестве батареи будем использовать уже новые элементы с Алика. Потому что я уже не нашел те ячейки, которые я использовал ранее. Ну, что ж, посмотрим, как покажут себя эти аккумуляторы. Сразу скажу, что в идеале им нужно делать дополнительную изоляцию. Я люблю использовать малярную ленту, потому что она хорошо клеится и не плавится. Также сюда необходимо установить БМС. В итоге мы получили вот такую вот батарейку напряжением 54 вольта. Остается поместить ее в защитный короб и будет готово. Кузовок нашему трайку также сделаем из профильной трубы листового железа. Он тут будет небольшой, ведь это как-никак миниатюрный транспорт. С дальностью поездки не более 20 километров. После покраски, я думаю, его можно полностью собирать. Еще важный момент перед подключением контроллеров. Их нужно обучить вращению в нужную сторону. Для этого необходимо соединить вот эти вот два беленьких провода. И после можно будет давать питание уже на оба контроллера. И они будут адекватно работать. Итак, посмотрите, я все полностью собрал. И у нас получился вот такой вот небольшой грузовичок. Который, я вам скажу, что способен на многое. И сейчас давайте сделаю его обзор. Колеса, как я уже говорил, тут атаки. Передняя ступица вместе с тормозами тоже. Ну а задняя ступица сделана просто из листа железа. Толщиной 6 миллиметров. Крепление полуосей к редуктору тут как на мотоблоке. Вот только я решил сделать еще и дополнительные опорные подшипники. Батарею вы по сути уже видели, контроллер тоже. Нужно было лишь все подключить и запараллелить. Каждый провод тут по сути подписан. И поэтому никаких трудностей быть не должно. Включается наш трайк всего лишь по воротам ключа. Тут вот стоит вольтметр, который показывает заряд батареи. И повернув ручку, можно ехать. Задняя передача также включается лишь одной кнопкой, что очень удобно. Кстати, вот этот вот кузов, он самосвальный и со съемным бортом. Ну а его защелка сделана опять же из капотного замка ОКИ. Вот если честно, сборку данного аппарата я вам уже более подробно показывал. Но тогда мы ставили только один мотор и была более слабая батарейка. И по себестоимости он тогда у нас получался в 15 тысяч рублей. Но на данный момент у нас появился еще один контроллер, мотор, плюс более дорогая и мощная батарея. Соответственно себестоимость выросла до 25 тысяч. Хотя, если честно, это тоже вообще пустяки для такого аппарата. Ведь на данный момент даже дохлые самокаты и то стоят дороже. И еще, когда стоял только один двигатель, вот этот вот трайк хорошо ехал, только пустой. Когда его нагружали, то тяга сильно терялась, особенно на подъемах. Поэтому сейчас, я думаю, будет значительно лучше. И давайте съездим еще на дни испытания. Сейчас мы еще максималочку померяем на этом аппарате. 18 км в час идет. Немного, но в принципе достаточно. В итоге, смотрите, друзья, на базе вот такого дешевого гироскутера и нескольких запчастей с металлоприемки удалось собрать такой достаточно практичный и хороший трайк. Из недостатков это, наверное, необходимо поставить крылья на колеса. Ведь хоть и скорость небольшая, брызги все равно летят. Ну а в целом я аппаратом доволен. И возможно он у меня тоже пойдет на продажу по себестоимости. Так что имейте это в виду. Да и вообще на такой технике можно спокойно ездить на рыбалку, за грибами, ну или просто на речку. Поэтому берите такую вот идею на заметку и тоже собирайте себе технику. Ну а в дальнейшем темы будут еще более интересными. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и следите за обновлениями. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока! Продолжение следует...